всем привет добро пожаловать ко мне на влог и мы с вами примерочный секонд-хенда вы меня часто просите поснимать именно в первый день завоза вам интересно что представлено в наших магазинах сразу в завоз и вот я рискнула прийти на пришла только во второй половине дня потому что с утра откровенно опасно очень большой ажиотаж много людей большая толкучка и я не рискнула прийти к открытию но тем не менее кое-что мне все-таки досталось нагребла кучу вещей и первое что я примеряю это вот такой свитер plus size хорошая находка для моего магазина кстати ссылочка на магазин будет внизу под видео вот такой вот свитер в хорошем составе встречается редко второй третий день уже практически нереально найти что-то интересное в этом разводе на все вещи по фиксированной цене я вам буду подписывать цены переводить их доллары примеряю я вас такими брюками все размеры девочки разные потому что еще и для своего магазина в instagram и даже и хочу чтобы вещи были попольше и поменьше поэтому размеры разные примеряются этими брюками в контрастную клетку посмотрите какая она нереально крутая очень яркая привлекающая внимание такая интересная клетка брюки широкие и бренд тренд мне неизвестен этот бренд но они хорошо сядут на свой размер я пока не знаю подумаю брать не брать они на средней посадке свитер глубокого насыщенного изумрудного цвета от немецкого бренда марс из чистой шерсти в 56 размере и бренда славится тем что стежки в изделиях тщательно просчитываются исходя из размера изделия и соответствует международной таблице размеров но а брюки хлопковые как я сказала бренд не неизвестен какой-то тренд и они с сороковом размере по состава 97 процентов хлопка 3 процента эластана посмотрите на эту блузу она просто нереальная что то мне потянуло на изумрудный цвет очень мне понравилась эта блуза мне понравился ее кроя на необычные у нее руководки летучая мышь что ли спущенная про есть такая фишечка есть кнопки на плече можно их застегивать регулировать тем самым плечо и вообще полностью менять крое изделие это очень интересно не впервые что-то подобное встречается и если расстегнуть пуговичку то это выглядит вот так как обычная блуза очень мне понравилось первую очередь конечно своим цветом понравилась мне блуза она очень красиво богатая и благородно смотрится замечательно впишется в деловой стиль особенно если с этой юбкой и носить юбка тоже шикарная просто юбка карандаш правильной длины она прикрывает коленки у меня вообще какой-то пунктик по поводу голых коленок их не должно быть видно я так считаю это мое мнение но здесь есть разрез который делает образ менее формальным скажем так она и стопроцентной шерсти понравилась мне эта юбка в размере 38 на блуза у нее бирка срезана но в набирке с составом видно что это немецкий бренд гения а по составу 55 процентов хлопкой 45 шелка дальше я примеряю такие широкие брюки но честно говоря на них возлагало больше надежд мне не понравилось как они сели они на высоченные посадки выше пупка очень высокой стопроцентного хлопка довольно плотного хлопка и они в крупный рубчик но цвет красивый конечно но вот как они сели мне совсем не нравится я не уверена что они хорошо сядут на любой другой фигуре и еще одна зеленая вещь я просто не смогла устоять перед этой нежнятиной очень приятный к телу трикотажный то бутылочного цвета от бренда толп от и по составу 60 процентов шерсти мериноса 25 кашемира и 15 хлопка это линейка петит но а брюки я вам сказала и стопроцентного хлоп так идем дальше следующее что я примеряю это блуза бусова цветом такой необычный интересный цвет это классическая блуза прямого кроя она пополам состоящая из хлопка и шелка и она абсолютно новая это у меня тремпель держит брюки я не знаю брать ее или нет напишите пожалуйста вы меня обычно просите чтобы я побольше размеры брала но это блуза мне тоже очень понравилось я пока подумаю поводу нее но она интересная колоснящаяся качество очень хорошая шок прям так холодит по составу 55 процентов шелка 45 хлопка бренд мне неизвестен ну не знаю еще подумаю поводу нее но смотрится она неплохо такая база принципе вот он бренд а брюки обалденные то бренд j crew в полосочку 96 процентов шерсти 4 процента эластана но руно такое тончайшие просто очень неприятные с этими же брюками я примеряю эту яркую блузу она такая пестрые кричащая на стопроцентного шелка мне кажется что она винтажная но с такими яркими вещами нужно быть аккуратным в тандем нужно подбирать что-то очень очень спокойная чтобы не утяжелить весь образ особенно с моей контрастной внешностью я рискую выглядеть по-цыгански но я сейчас не затрагиваю никакую национальную составляющую только речь идет о стиле одежды но блуза очень необычная сорок втором размере смотрите ее хочется разглядывать так много всего всяких цветов оттенков принтов сочетание несочетаемого казалось бы и цветочки листочки вензеля здесь вот видите по бирке мне все-таки кажется что она винтажное качество шелка изумительное очень приятное ну не знаю брать не брать подскажите ну а касательно этой вещи нет никаких сомнений однозначно брать вот такой кардиган он просто нереально крутой камера его показывает слишком малым прям вырви глаз он более приглушенный но очень красивый посмотрите какой крутой просто нереальный очень-очень мне понравился при всей своей простоте но это бренд андреа фэнзи от модного итальянского дома андреа фэнзи одноименного изделиях этого бренда нет ни одной реплики представляете все эти вещи уникальны при всем при том что они абсолютно простые но качество конечно на высшем уровне ну а по составу 30 процентов кашемира и 70 процентов шерсти мериноса очень он не понравился такая крупная вязка смотрится стильно стоит не бюджетно но он того стоит еще одна красная находка на мой взгляд очень редко встречается в размере класса из вещи стопроцентного кашемира да еще и в таком состоянии абсолютно новый на мой взгляд кардиган и стопроцентного кашемира тоже камера его подсказывает слишком малым он более приглушенный и примеряю вас такими брюками брюки вельветов и цвета марсала скроена они по типу мам джинс мне понравились как они сидят вообще я люблю этот фасон очень жаль что в примерочное плохое освещение практически ничего не видно но думаю вам хоть что-то видно ну а кардиган вообще просто шикарный кашемир могу щупать часами он нереально приятный на ощупь и в этот раз я взяла на самом деле огромное количество вещей но из всех вещей было только две вещи стопроцентного кашемира это в первый день правда не в первые часы и вот она вторая вещь и стопроцентного кашемира нереального цвета жакет на самом деле я считаю что мне сегодня очень повезло я отхватила кучу крутых по-настоящему стоящих вещей и очень-очень этому рада такое бывает редко последнее время вот такой вот жакет от бренда баслер это немецкий бренд ходят слухи что этого бренда вообще никогда не бывает брака не знаю насколько это правда но судя по тем вещам которые мне встречаются склонна с этим согласиться потому что вещи идеальные по качеству энд премиум класса жакета абсолютно новый такой пушистый и очень очень приятный на ощупь подкладка у него вискозная а он сами стопроцентного кашемира как я сказала еще один жакет примеряю очень мне понравился его цвет него такой холодный оттенок серого и мне понравилась его фокусом фактура такая ткань елочкой по составу 85 процентов шерсти 15 процентов ангоры жакет такой пушистенький карманы клапаны есть один нагрудный карман он прямого кроя он мне очень понравился бренд климент в размере 36 подумываю по поводу него ну склоняюсь тому чтобы взять том что он очень теплый и очень стильно смотрится на мой взгляд одна из самых удачных находок за последнее время это вот этот тренч я не знаю что в нем такого почему мне так нравится но вот он просто нереальный наверное скорее всего из-за своей идеальной посадки идеального качества он очень 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 крутой вы себе не представляете насколько это надо его трогать щупать и рассматривать он так здорово выполнен и при всей своей простоте выглядит он очень стильно есть капюшон который отстегивается на капюшоне мех натуральный и казалось бы тренч это все-таки вещь на межсезонье но не в данном случае этот тренч утеплен с нашими мягкими зимами в моем регионе в нем спокойненько можно перезимовать вот как он сбоку смотрится и вот как без капюшона мне кажется он просто суперский по состоянию он как новый он из такой плотной ткани из плотного хлопка и вот так вот он выглядит в расстегнутом виде подкладка я не знаю что это за мех я не знаю что за мех на самом капюшоне но видно что он натуральный а вот подкладка не знаю натуральный натуральная в них не очень разбираюсь вот как она выглядит она такая короткошерстная и похоже на мутона с виду и она отстегивается ну а бренд не неизвестен следующее что я примеряю это скорее всего водолазка судя по размеру размер excel тримпеля вытянули плечи но это с легкостью можно убрать после стирки восстановить его первоначальный вид и скорее всего да это водолазка не свитер хотя на размерах поменьше это будет выглядеть как свитер нравится мне трикотажные изделия в составе которых есть шелк очень люблю его наверное вы уже заметили 70 процентов шелка в составе 30 процентов хлопка размер excel бренд андреа викаро мне этот бренд раньше не встречался напишите если вы знаете знакомый с ним что это за бренд судя по названию это итальянский не оставила мне равнодушная вот эта юбка от любимого мною бренда петер хан она из чистой шерсти и у нее нереальная клетка очень красивая разноцветная яркая конечно ничего не понятно потому что эта юбка мне велика ты юбка миди но я уже представила себе в голове несколько образов с ее участием и думаю что можно но могут получиться очень даже интересный образ размер 42 она на резинке есть еще шлевки для ремня и сзади есть лица также мне очень очень понравился этот жакет от бренда гэри вебер алого цвета и бирки все срезаны на очевидно что это шерсть и этот жакет абсолютно новый он удлиненный мне нравится как он смотрится если подобрать размер то что в данном случае это вообще не мой размер но я все равно примерила чтобы вам показать пока не знаю брать или нет он такой тонкий но структурированный ткань очень приятная но почему-то именно у этого бренда очень часто срезанные бирки даже не знаю с чем это связано еще вот такая юбка она очень похожа на ту от петер хан такая такой же длины такого же кро единственное что здесь у нее шлицы и спереди и сзади и по бокам кармашки еще есть также на резинке очень мне понравилась снова клетка и она из чистой шерсти похоже что она винтажная застегивается она сзади на молнию на свой размер она сядет идеально и будет смотреться очень очень стильно бренд кляйн следующее что я примеряю это брюки которые мне очень понравились на тремпеле но совсем не понравились на мне они оказались слишком тонкими не структурированными подчеркивающими недостатки совершенно не выделяющим какие-то достоинства поэтому я их конечно же не стала брать хотя цвет у них очень красивый ну а джемпер взяла это банана репаблик в размере xl очень хорошее качество конечно его взял то что мне понравился и эта база по составу 45 процентов шерсти мериноса 25 вискозы 20 процентов нейлона и 10 процентов кашемира ну а дальше я примеряю жакет от бренда лаурель это бренд премиум класса одна из линии скада я же сказал что мне сегодня везет на вещи на премиум класс и вообще на немецкие бренды посмотрите сколько брендов интересных немецких не встретилась за сегодня и вообще огромное количество вещей сегодня взяла в примерочную было такое опасение что на выходе из примерочной меня будет ждать охранник с просьбой больше сюда не возвращаться я надеюсь вы оцените мои старания поставьте поставите пальчик вверх этого видео ну а жакет удлиненные стопроцентные шерсти в сороковом размере а следующее что я примеряю это брюки скорее всего тоже основная часть в составе этих брюки шерсти хотя бирка срезана но по ним видно что шерсть ей составе и это бренд calvin klein на средней посадке брюки они прямого кроя с двумя карманами по бокам и размер шестерочка еще одни брюки захотелось примерить точнее джинсы они мужские от ли купер но обожаю я мужские джинсы обожаю нравится мне как они сидят на женской фигуре я изначально они мне показались женскими но они застегиваются на мужскую сторону да скорее всего они мужские они из такого плотного денима и следующее это пальто пальто необычное она вот видите какие у него рукава я его взяла только примерить не знаю но двубортная странная но интересная и вот я не знаю брать не брать его на я его ставила повисеть а вы мне напишите стоило ли его брать или нет она очень необычная но шерстяное плотная ну конечно рукава интересные и это было все что я хотела показать на сегодня я благодарю вас за просмотр обязательно подписывайтесь на мой канал если вы не сделали этого раньше совсем скоро с вами увидимся в следующих видео а еще знаете что забыла вам показать просто как пример того что еще встречается в секонд-хенде такие джинсы от армане джинс я даже не стала их примерять потому что они как будто прорезинены знаете вот такой дыни есть мне не очень понравились они оригинальные но как-то не актуальные что ли но и на этом точно все спасибо за просмотр пока пока